Снова драконий камень. Дементий все время, когда идет в туалет, он все время говорит, я пошел на белый камень. А тут драконий камень. У меня все время нехороший ассоциация. Почему нехороший? По-моему, самый лучший. Соответствует. Итак, значит, на берегу берег – черный песок. Видимо, магнитный слегка. На берегу стоит группа встречающих, а к берегу подкатывает, Незнайка с Синбадом-мореходом. Это в тех самых удобных бухтах? Да. Которыми так богат драконий камень. Немыслимые флоты туда заходят. Там в полукилометре какая-то баржа, от которой нужно грести на whale booty. Иначе не какал. Удобнейшее место, доложу я вам. Угадали с заменой четко. Незнайку встречают местные. В прибои. Да. Местные эти. Досраки. Да. Как их, блин. Драконьи авторитеты. Значит, Карла и с ним переводчица. Стоит пара несколько досраков там с кривыми саблями. Все полуголые. Блин, все как обычно. Невозможно не повторить, что по уму Незнайка, прежде чем туда заехать, в прошлый раз говорили, должен был взять оттуда заложников авторитетных, чтобы он спокойно поехал, что его самого там не заарестуют и не убьют. Это ключевое. По-другому нет. При этом Незнайка, будучи королем, приехал со своим Синбадом. И все. А где королевские подтиральщики? Полотеры, поломои. Свой повар, своя еда. Где свита, в конце концов? Почему он один на вильботе пригреб? Может, сам на веслах еще сидел? Как Святослав Игоревич, чтобы не узнали. То за чудо. Ну, и Карла, завидев его, говорит, бастард из Винтерфельска. Не Знайка отвечает, Карла. Сутеса Кастерли. Это они так острят. Гном говорит, ну, кажется, в последний раз мы виделись на стене. Не Знайка говорит, ну, если я правильно помню, ты с нее поссал. Где-то по пути тебя расписали. Путь был долгим, говорит Карла. Но мы оба все еще живы. Я... И представляется, значит, Синбаду. Я Тирион Ланнистер. А этот, говорит... А я Синбад Марихуа. Луковый рыцарь, говорит Карла. Мы сражались на разных сторонах в битве при Черноводной. К несчастью для меня. А это Миссандея. И это переводчица военная. А та, значит, ну, добро пожаловать. Королева знает, что путь был неблизким. Благодворит вас за предпринятые ради нее усилия. Надеюсь, вы не против сдать оружие? Это к чему вообще? Не доверяет. Еще никуда не дошли. Оружие сдавать надо в оружие, к ее лыпало. Тут эти... Не знаю, как говорить. Конечная. И дает досракийцу свою вообще дорогущую саблю. А досракиец за кадром говорит. Вот говно. К чему это было? Это к чему, да. Вот ты на полном серьезе считаешь, что твоя вот эта... Вот этот твой серп говняный, который явно из-под пресса откуда-то выскочил в количестве не менее 8 тысяч экземпляров. И королевская сабля это говно, да? Ну, они же страшно шовинисты. Досракие. Это понятно. Но мужик в оружии это должен разбирать. Оценить работу, там, навершие. Голова волка, все дела. Возможно, там, немножко дёрнуть, увидеть. Вот говно. Говно у вас в голове. Вот что я вам скажу. Не, ну, с другой стороны, ту притыку, которую сделали незнайки в качестве королевской мега-сабли, другим словом, я бы тоже не назвал. Вот она. Ну, и эти досраки потащили лодку куда-то зачем-то, непонятно, в руках. И опытные мореходы, видно. Я бы поплыл, поговорю бы куда-нибудь.